Друзья, всем привет! Приобрел около года назад вот такой вот мини-трактор. Он на тот момент был самый дешевый из тех, что были вообще в продаже. Покупал я его в первую очередь для покоса травы. К нему в комплекте идет вот такая вот роторная косилка. Я ее маленько доработал, но как в комплекте. Покупается она отдельно, за отдельную стоимость. Но косилка классная, в самом деле. И вот у меня тут стоит фреза для спашки огорода. Сейчас я покажу ее. Не снимал, я говорю, пошел огородки, вот с гусиными лапками. Ее цепляешь на навеску трактора вот сюда. И она якобы через ременный привод пахала огород. Эта система мне не понравилась, как она работает. Она больше толкает сам трактор, чем вкапывается в землю. Поэтому я купил самый дешевый китайский двигатель на 7 лошадиных сил за 5300 рублей. На то время он стоил в Азоне, заказывал его в интернете. И все, поставил сюда, сделал для вот этой фрезы отдельный привод. И теперь она пашет отлично. Трактор работает на своем двигателе, фреза на своем. Но суть не в этом. Я хочу из этого мини-трактора сделать погрузчик. То есть, хочу сделать мини-погрузчик. Тоже сделать навесное оборудование, которое бы подымало, ковш, хотя бы высотой на метр, и опрокидывал его без гидравлики. Идея неплохая. Я ее прорабатывал у себя в голове около 3-4 дней. И вот сейчас хочу попробовать это реализовать. Кому интересно, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Итак, первым шагом начну, пожалуй, с изготовления посадочного места для сцепки. Взял два вот таких уголка, 60-х, если не ошибаюсь, может быть, даже 70-х. Выточил их, приложил. Сейчас сюда сделаю вставочку, обварю. И снизу пластину приварю. Далее засверлюсь. Вот эти три отверстия намечу. И все. А дальше уже буду готовить крепеж для самой системы подъема ковша. Далее засверлюсь. Ну что, друзья, вот такая вот конструкция получается. Вот. Приварил две трубы. Усилил все это дело. Площадку снизу, кассыночки. Далее в эти трубы вовнутрь вставил пуро в трубу на всю длину. Пуро в трубу вставил арматуру. Все это дело обварил. На всякий случай для жесткости. Основное усилие, когда мы будем ковшом что-то загребать, будет приходиться на вот эту часть. Здесь все крепко, все капитально. А здесь уже просто ковш будет подыматься. Вот сюда вот. По кареткам. Каретки я сделаю из трубы большего диаметра. И подшипники с трех сторон в этих трубах будут. Вот. К ним уже будет привариваться ковш. Подымать эти каретки будет лебедка, которая будет закреплена вот здесь наверху. Далее вы посмотрите, как это все будет реализовано. При помощи рычага ковш будет опускаться, вот как вы можете наблюдать, и подыматься. Сейчас сделаю каретки и покажу, как они работают. Итак, вот такие вот два отрезка трубы. По 15 сантиметров. Они чуть больше диаметра. Это вот той трубы, что я приварил на тракторе. И вот по шесть подшипников закреплю вот здесь, вот здесь. Вот здесь, вот здесь. То есть, на три стороны закреплю шесть подшипников, и они будут ходить вот таким вот образом. Сейчас я это все сделаю и покажу уже готовый вариант. В общем, в трубе, которая большего диаметра я отпилил, я сделал такие прорези с трех сторон, как вы можете наблюдать. Они нужны для установки подшипников. Подшипники тоже запрессовал вот такие вот втулочки и прихватил сварочкой. Для того, чтобы подшипник в бока туда-сюда не уходил. Естественно, подшипники варить нельзя, но так как, в принципе, оборотов никаких не будет. Бешеных они будут ходить только вверх-вниз с небольшой скоростью. И поэтому в качестве опытного образца решил сделать вот так вот по-быстрому, чтобы проверить вообще работоспособность данной конструкции. Вот сюда он приваривается, вот такими вот ушками прихватывается. В общем, должно получиться вот так вот. Еще раз повторюсь, это все опытный образец, сделанный на скорую руку, дабы проверить работоспособность предстоящей, так сказать, идеи, которую я хочу воплотить в жизнь. Поэтому как-то так пока. Вот как эти конструкции выглядят. Входят они по трубе. Две штуки. Вот эти две трубы. Вот это на высоту будут подниматься. Вот до сюда. Здесь будет лебедка. Сейчас беру вот такой вот лист металла. И между ними привариваю. Вот таким вот образом. Сам ковш буду делать из вот такого вот металла толщиной 4 мм. Вот он маленько изогнутый, но ничего страшного, я его согну по своим размерам. Итак, ширина 1 метр. Ой, да, получается ширина 1 метр, длина 80 сантиметров. Получается угол ковша будет по 50 сантиметров. Согнули ковш из железа. Нужный угол выберем, какой надо, затем пока заварим. Так, в качестве, чтобы ковш у нас опрокидывался, я взял вот такую вот трубу, выпилил 2 кусочка трубы, на 2 конца это будут петли, они будут привариваться к ковшу. А вот уже конкретно к этой трубе будут привариваться крепления для трактора, для подъема ковша. Сейчас все это дело приварю и покажу, как оно будет выглядеть. Итак, приварил ковш, профтрубами, вот этим вот, получается, перемычкам и кареткам. Между кареток усилил перемычку. Из металлической трубы и уголка. И к ним же приварил профтрубы, которые, получается, на петлю ковша идут. Ковш подвижный. Сейчас я покажу, как он работает. Опускаться ковш будет при помощи вот этого рычага, который установлен на тракторе. Чтобы это было делать легко, без усилий, сзади я установлю противовес. Сейчас я покажу, как это все работает. Естественно, ковшу будет крепиться трос от лебедки. Лебедка будет вот здесь, в верхней части установлена. Пульт будет проведен вот сюда, куда-то ближе к рулю, чтобы можно было опускать и поднимать. То есть, лебедка будет поднимать ковш, а затем уже поднимать всю эту конструкцию доверху. И также разгружать ковш и опускать. Все очень просто, и никакой гидравлики. Итак, установил я лебедку на свою систему, которую делал. Вот, смотрите, на всякий случай экспериментировал, делал разные зацепы, петли. Здесь, здесь. Вот, поставил один ролик. Сначала приварил сюда ролик, тоже не пошло, приварил его повыше и через верх сделал. Это самый идеальный вариант. Сейчас поедем, попробуем, как же он работает от, если что-то подгрузить. Сейчас я покажу, как он работает в холостую. Вот, на такую высоту поднимается ковш. Естественно, надо сзади делать утяжелитель, чтобы ваш трактор потом не перевернулся и было проще поднимать ковш. Так же он и опрокидывается. Но сейчас он опрокидывается, когда он вниз спускается. Я думаю, если его нагрузить песком либо углем, тогда он под своими тяжестями будет сверху опрокидываться, а потом опускаться. Сейчас проверим на улице, попробуем зачернуть песка. В общем, друзья, я маленько переделал его, то я делал, чтобы у меня рычаг вот опускался, который на управление ни верхней, ни задней подвеской. Вот. Я его переделал, сделал так, чтобы ковш работал без рычага. Все управлялось именно лебедкой. Маленько переварил, укрепил вот здесь вот, обрезал, сделал вниз и вот так вот выставил ковш. Сразу скажу, тракторенок весит всего лишь 200 килограммов. Это даже не тракторенок, а мототрак, так сказать. Поэтому сильно тяжелый он поднимать явно не будет. Я делал именно, чтобы грузить уголь в углярку, там немного песка, земли и все такое. То есть ковш рассчитан на 50-100 килограмм. Вот как вы видели, ковш поднят, угол ковша можно сделать любой, но я сделал такой вот, мне в принципе этого достаточно. Я считаю, довольно неплохо получилось. Кстати, насчет лебедки. Лебедка установлена самая дешевая, заказывал на зоне примерно за 4. 800 она стоит, там с копейками. Еще раз покажу, как вся эта система работает. Вот здесь вот ролик на подшипнике тоже можно заказать на озоне, но я сделал его сам. На озоне он стоит 300 с чем-то рублей. Вот, все. Здесь я методом тыка, методом проб и ошибок приваривал такие вот петли, за которые цепляются тросы, и вот остановился на вот этой верхней, которую я сам первую приварил. В общем, вот такие дела. Здесь все это дело усилил, здесь усилил косыночками. В общем, такая система. Трубы, еще раз повторюсь, внутри труб, я профтрубу воткнул, приварил ее, а внутри профтрубы еще кругляк воткнул, то есть укрепил вот эту конструкцию саму. Осталось сделать крепление для аккумулятора. Он устанавливается на крыло. Вот у меня был такой маленький аккумулятор, он уже убитый, но тянет без проблем. Пульт управления тоже надо приделать. Думаю, куда-нибудь его либо вот сюда вот приделать, чтобы удобно было управляться, либо сюда, либо сюда. То есть в принципе провода позволяют. Вот теперь давайте покажу, как он опрокидывает ковш, потому что при помощи ребятки он не только его поднимает, но он потом наверху его опрокидывает, а затем уже опускает. И не надо никакой гидравлики. Так, угол наклона в эту сторону ковша сделал при помощи вот таких вот ограничителей из профтрубы с двух сторон. Приварил, и когда он, то есть, упирается, ковш становится на нужное нам положение, и в итоге лебедка начинает поднимать всю конструкцию вместе с ковшом. То есть по факту все очень просто. А если еще поставить генератор, на этот двигатель, который, по-моему, 13 лошадиных сил на контракте установлен, то можно лебедку подключить к нему и не использовать аккумулятор, что я и сделаю в дальнейшем. В следующем видео, друзья, я вам обязательно покажу, как он работает, но это уже не в этом сезоне, следующей весной. Сейчас уже готовимся к зиме, убираем огород и так далее. И, кстати, покажу, как снимается вся эта система. Крепится буквально на двух болтах. Снимается очень легко. Снимается и убирается. Вот здесь вот два болта. Можно, кстати, третий болт ставить, закрепить и без проблем снять. Сейчас сниму лебедку с тросиком и покажу, как же она демонтируется. Вот и все. Снимается легким движением руки, убирается куда-нибудь и надевается следующая насадка, например, газонокосилочка. Если вам понравилась моя идея, обязательно берите ее на заметку. Пишите в комментариях, что бы вы еще доработали в этой системе. Ну, в общем, жду от вас обратной связи. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...